Это поселок Хуаянда. Расположен он всего лишь в 6 километрах от столицы, но столичным лоском тут даже не пахнет. Дело в том, что раньше это был маленький поселок, было всего несколько домов, а сейчас здесь проживает 25 тысяч человек. Люди приезжают со всех концов страны в столицу в поисках работы, покупают относительно недорогие участки и строят дома. Потому что купить квартиру в столице может не каждый, а строиться самому можно не спеша. Однако если в развитых странах муниципальные власти предоставляют участки с коммуникациями, то здесь все наоборот. Сначала люди строятся, потом годами просят власти провести им дороги, воду и прочие блага цивилизации. Аким разводит руками, бюджет не резиновый, а коммуникации стоят дорого. Большая часть населения работает в столице, а также и прописка у них в столице. Соответственно все налоговые поступления, транспортный налог, они поступают в бюджет в столице. На этих кадрах видно, что бюджет поселку дали только на новую школу, а на дорогу не хватило. Ведь километр асфальтированной дороги стоит сейчас около трех миллионов долларов. В результате к современной школе люди ходят по дорогам, как в прошлые века, в резиновых сапогах по грязи. В поселке заасфальтировано только 10% от всех дорог. Мусорные баки почему-то убрали, несмотря на то, что люди платили за них. Теперь жильцы сами складывают мусор и сами же его хоть как-то стараются прибрать. Чистая вода есть только у 40% жителей, остальные пьют привозную. Интернет здесь ловит плохо и даже свет иногда отключает. Но вопрос прописки, который мог бы принести в поселок деньги, превращается в замкнутый круг. Есть несколько причин, почему люди не встают на прописку в селе. Во-первых, у них нет документов на жилье, дома недостроены, не зарегистрированы юридически. Во-вторых, если они здесь пропишутся и не дай бог, кто в семье заболеет, то им придется ехать в больницу в Кокшитал, которая находится в 300 километрах отсюда, а не столицу. Жильцы, впрочем, не верят Акимату и настаивают на решении проблем. Здесь еще супермаркет открылся от школы новой. И кому мы складывались деньги, он говорит, я отдал Акиму. И в итоге ни денег, ни дороги. Я в городе прописанном. У нас дом еще не достроился, поэтому мы не можем оформить его. Аналогичные проблемы есть почти в каждом пригородном поселке вокруг столицы. И проживают там в общей сложности около 300 тысяч человек. Причем с каждым годом, только по официальным данным, в столицу приезжает со всех концов страны около 45 тысяч человек. Люди переезжают с семьями, с детьми. Именно поэтому в столице всегда не хватает детских садов и школ. И проблемы усугубляются с каждым годом. Бауржан Шехмед, Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.